Туристический сервер Закарпатья и туристический клуб Альфокс представляют. Ну вот, Фольксваген двигается по горной дороге, потихонечку, аккуратно, это грунтовка, ну как военная грунтовка в принципе, но Милане очень осторожно, едет аккуратно. И вот мы сейчас в Стричаве, безумительная погода, и наш Фольксваген двигается дальше. Затерянное среди горных хребтов село Стричава встретило нас яркими красками осени. Направляемся в Стричаву. Дорога вьется среди смешанного леса, еще несколько сотен метров, и перед нами село Стричава. Мы сейчас находимся в селе Стричава. Вот перед нами одна из панорам села. Очень затышная, как выражение в украинском языке. Тихо сегодня, осенний день. Село Стричава, и мы на дороге село Княгиня. Стричава и Княгиня соединяются вот такой вот горной дорогой в село Княгиня, где упал метеорит. Двигаемся дальше. Мы поднимаемся все выше. Звон колоколов раздался. Служба сейчас будет. А мы поднимаемся выше и выше в селе Стричава. Стричава поднимаемся по дороге, которая соединяет с перевалом, а перевал село Княгиней. Ну вот, впереди вышка трансляционная. Мы сейчас потихонечку по дороге поднимаемся туда. Ну вот, попутно делаем фотографии. Ну вот, мы на перевале между селом Стричава и между селом Княгиня. По оси объектива хребет Стинка, место, где падение метеорита. А вот прямо перед нами панорама села Княгиня. Очень красивый вид. Полностью видно все село. Ну вот, панорама села Стричава с этого места, с вышки МТС с перевала. Красивый вид, хотя солнце еще находится слева. Нету подсветки, но село тем не менее видно. Очень красивый вид, панорамный. Село лежит между двумя отрогами хребта. При разговоре с местными жителями мне сказали, что очевидно, ну, так говорят старожилы, название села Стричава произошло потому, что когда-то в далекой древности в нем подстригали овес. Стригли, стричи. Отсюда и пошло название Стричава. Ну, а сам район называется Великобрезнянский. И это видно, потому что пейзажи, которые мы видим, представлены рощами из берез. Молодые березы окружают Стричаву со всех сторон. Они красивы как весной, так и летом, так и осенью, когда икроны усеяны золотыми-желтыми листьями. Данное о селе Стричаве впервые упоминается в литературе в 1605 году. Ну вот, в панораме видите село Стричава. В середине, между двумя ложбинками, местные жители говорили, что зимой оно очень тихое, так как ветры, которые идут по гребню, не достигают села. Еще несколько дней золотой осени, и первый снег покроют окружающие колонны. Вот такие избушки встречаются еще в селе Стричава. Из дерева. Ну, конечно, возраст ее более чем 100 лет. Село Тупиковое, и назад возвращаемся по той же дороге. До свидания, Стричава. Стричава.